Какие климатические изменения нас ожидают в связи с глобальным потеплением? Животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. И так, например, уже сейчас в наших широтах можно увидеть насекомых, которые были характерны, например, тропической зоной. Что за смеси для сохранения целостности клеток опухолевой ткани разрабатывает молодой ученый КФУ? Опухолевую ткань нужно хранить в жидком азоте. Но при процессе заморозки и разморозки, без использования каких-либо дополнительных компонентов, эта ткань повреждается. Как бороться с аллергией в конце лета? В период обострения пациента тщательно его осматривают, тщательно собирают историю болезни. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Елизавета Никитина. 17 августа в Елабожском институте Казанского федерального университета стартовал 11-й международный фестиваль школьных учителей. В этом году он впервые проходит в смешанном формате. Очно на базе Елабожского института КФУ и онлайн на платформе Microsoft Teams. В мероприятии принимают участие ведущие учителя Российской Федерации Республики Татарстан, преподаватели и ученые российских и зарубежных вузов, эксперты в области развития образования. В рамках фестиваля пройдут 105 мастер-классов, 5 публичных лекций и 2 дискуссионные площадки. Одним из организаторов является Казанский федеральный университет. Здесь, на этой площадке, встречаются и ученые, и практикующие педагоги. И в то же время здесь, на этой площадке, что в принципе является уникальным, собраны родительские комитеты, что позволяет пройти всю цепочку взаимоотношений ребенок-родитель, ребенок-школа, родитель-школа. В рамках открытия фестиваля также состоялась ежегодная акция «Помоги собраться в школу». Школьные наборы из рук ректора КФУ и министра науки высшего образования получили 20 детей сотрудников университета. 200 ученых 8 лет трудились над созданием доклада, доказывающего прямую причастность человека к необратимым климатическим изменениям. Как быстро белое солнце превратит Землю в пустыню, расскажет наш корреспондент Ариадна Кугушева. Не замечали ли вы, что Солнце пытается нас поджарить? За последние полтора века температура на планете увеличилась на 1,09 градуса, лишь 0,02 из которых приходится на долю природных факторов. Мировое сообщество подписалось под приговором двух сосен ученых. Виноват человек и обратить глобальное потепление уже невозможно. Группа климатических экспертов при Организации Объединенных Наций составила доклад на основе результатов 14 тысяч научных работ. При текущих темпах загрязнения атмосферы за два десятилетия мы достигнем средней температуры потепления Земли в 2 градуса, что повлечет за собой катастрофические последствия. Но даже если мы снизим выбросы углекислого газа до нуля, ледяные щиты продолжат таять, а уровень океана повышаться еще тысячи лет. Флоры и фауны несут потери уже сейчас. Животные, которые имеют ноги и могут убежать, они меняют ареал обитания. И так, например, уже сейчас в наших широтах можно увидеть насекомых, которые были характерны, например, для тропической зоны. В то же время, говоря про такое жаркое лето, как, например, в этом году, это часто влечет гибель рыбы в водоемах, так как количество кислорода, которое содержится в воде, оно напрямую зависит от температуры. Казалось бы, немного тепла сыграет России на руку. Увеличится площадь пахотных земель, будет дольше открыт северный морской путь. Но пожары в Якутии, наводнение в Керчи, Анапе, Новороссийске и засуха в средней полосе России не были случайностью. Все это часть проблемы, которую слишком долго не хотели признавать. Россия – северная страна, две трети территории которой погружено в вечную мерзлоту. Тысячелетиями замороженный грунт активно тает, на что совершенно не рассчитаны расположенные в северных городах дороги, заводы, жилые дома и коммуникации. Изменения заметны и в других регионах. У нас темпы потепления выше среднемировых. Но в то же время наша страна, в общем-то, может похвастаться тем, что мы можем некоторые регионы перепрофилировать. То есть в связи с тем, что происходит изменение климата, мы можем какие-то культуры начать выращивать в более северных районах. Для нас, как для аграрной республики, конечно, слуху в первую очередь земледелие и аграрный сектор. Но так все секторы, большинство секторов метеозависимы. Это и транспорт, это и энергетика. Важно помнить, что жаркое лето – лишь часть общей проблемы, над решением которой сейчас трудится все мировое сообщество. В начале ноября в Шотландии соберется климатический саммит, где ученые обсудят, как минимизировать наносимый природе ущерб. Ариадна Кугушева, Фарид Захит Аглы, Универньюз. У первокурсников, студентов или аспирантов очных отделений, образовательных учреждений, высшего образования есть возможность принять участие в студенческой программе РЖД Бонус. В период с 5 августа по 5 сентября действует скидка 50% на проезд в скоростных поездах. Всю подробную информацию можно узнать на сайте РЖД Бонус. Молодой ученый Казанского университета Вероника Югай, победитель конкурса «Умник», разрабатывает смеси для сохранения целостности клеток опухолевой ткани у пациентов, больных раком яичников. Все подробности в сюжете. Биологический материал, в частности опухолевая ткань, хранятся в специальных биобанках с учетом определенных условий, соответствующих тому или иному научному исследованию. Вероника столкнулась с проблемой сохранения имеющейся у них опухолевой ткани человека. Опухолевую ткань нужно хранить в жидком азоте. Но при процессе заморозки и разморозки, без использования каких-либо дополнительных компонентов, эта ткань повреждается. Материал, с которым работает Вероника, был получен в рамках сотрудничества Казанского федерального университета с республиканским клиническим онкологическим диспансером имени Сигала. Помочь этот материал может при изучении новых биомаркеров опухоли, например, лекарства или находить какие-то мишени в опухоли. Несмотря на сложности, Веронике удалось показать, что аутофагия может быть причиной подавления выполнения функций химиотерапевтических препаратов. Она показала это с помощью проточной цитометрии. Если подавить процесс аутофагии, выясняется, что действительно увеличивается количество апопатических клеток. Это было показано на модели клеток рака яичников. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. Кажется, что самое сложное время для страдающих сезонной аллергией приходится на весну и начало лета. Но это не так. Август – это время бурного цветения сорных трав. Как бороться с аллергией и какие методы лечения советуют врачи, узнавала наш корреспондент. С конца августа до конца сентября начинается новая волна аллергических реакций, вызываемых пылением сложноцветных, маревых, крапивных и сорных трав. Врач-аллерголог-иммунолог Алсу Шерифулина подробнее рассказала о клинических проявлениях аллергии. Пыльца сорных трав вызывают клинические проявления аллергического ринита, бронхиальной астмы, аллергического конъюнктивита. Симптомы в виде заложенности носа, в виде обильных водянистых выделений из носа, часто ринорея, чихание, покраснение глаз, зуд в глазах. Симптомы полиноза или сезонных аллергических заболеваний схожи с симптомами простуды. В обоих случаях пациентов беспокоит заложенность носа, кашель, покраснение глаз. Однако есть различия. Если симптомы беспокоят из года в год во второй половине лета, то, скорее всего, это сезонная аллергия. Самое главное отличие – это основные клинические проявления. При ОРВИ преобладают симптомы общей интоксикации пациента, повышение температуры тела, слабость, ломота в теле, потливость, боль в горле. При пульцевой аллергии таких симптомов нет. В случае, если пациент заподозрил у себя симптом аллергии, первое, что нужно сделать – обратиться к врачу-аллергологу-иммунологу. Он назначит необходимую диагностику. В период обострения пациента тщательно его осматривает, тщательно собирает историю болезни и проводит определение специфических иммуноглобулинов Е к пульцевым аллергенам, в частности к сорным травам, полыни, аброзии. А вот кожные пробы проводятся только после окончания сезона цветения. То есть в период обострения заболевания кожную пробу ставить нельзя. После того, как аллерген определен, необходимо снизить контакт с ним и начать прием антигистаминных препаратов по назначению врача. Елизавета Никитина, Хафиз Гараев, Универньюс. На этом все. В студии была Елизавета Никитина. Сюжет из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!